Время новостей на телеканале Хабар 24 с вами Растан Балтин. Здравствуйте. В инфекционном отделении больницы Усть-Каменогорска скончался пациент из Катон-Харагайского района, доставленный в медучреждение с подозрением на сибирскую язву. В ходе экстренного брифинга врачи и специалисты Департамента охраны общественного здоровья подтвердили опасный диагноз. В эпицентр заражения в Катон-Харагайский район уже выехала группа эпидемиологов. Возможные очаги опасного заболевания и 37 односельчан погибшего уже прошли дезинфекцию. Новых случаев заражения в регионе не зафиксировано. В очаге сейчас в данный момент проводятся противоемические мероприятия. С силами лечения в учреждении каждый день, два раза в день, проходится подводный обход. На очаге и месте забоя этого скота была проведена дезинфекция. Среди населения проводятся профилактические разъединенные работы. Дорогостоящий автобан в Карагандинской области растрескался из-за воды. К такому заключению пришли эксперты на основе многочисленных исследований лопнувшего дорожного полотна. Проект реконструкции участка трассы Караганда-Тимиртау разрабатывался в 2014 году. Но из-за аномальных наводнений 2015-2016 годов уровень грунтовых вод в регионе значительно поднялся, говорят специалисты. По их словам, дорогу не укрепили по обочинам. Это не является нарушением строительных норм. Однако также сыграло свою роль в переувлажнении дорожной подложки, говорят специалисты. В результате она не выдержала нагрузку и просела. Верхнее бетонное покрытие потрескалось. Получив заключение о причинах деформации дороги, подрядчики пообещали укрепить слои дороги и залатать все трещины. Мы планируем выполнить до конца ноября покрытие сделать. Естественно, параллельно обочины будут вестись. А для того, чтобы сейчас опять не поймать влагу, мы будем уже укреплять, полностью укатывать, укреплять, чтобы даже если вода появлялась, она уходила за обочину туда, чтобы сама конструкция дорожной одежды не была подмочена. Более чем на миллиард тенге штрафовали промышленную компанию Карагандинской области за урон, причиненный окружающей среде. Крупнейшее предприятие владеет металлургическим комбинатом и шахтами региона. Иск о взыскании ущерба в экономический суд подали по результатам внеплановой проверки, которую прокуроры и экологи провели на основании письма Акима Тимиртау. Проверяющие выявили многочисленные нарушения природоохранных требований на предприятиях угольного и стального департаментов компании. Нарушения связаны со сверхнормативными выбросами вредных веществ в окружающую среду. Вещества, которые были выброшены в воздух, а также сточные воды в водоемы Карагандинской области. Сумма составила 1 миллиард 395 миллионов тенге. Было вынесено решение о взыскании этой суммы в полном объеме в бюджет государства. Решение не вступило в законную силу. Замыкание проводов в кабельной шахте произошло в одной из жилых домов Астаны. В считанные секунды огонь распространился с 5 по 18 этажей здания. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, потому что это всего лишь сценарий пожарно-тактических учений. А для пожарных и других служб экстренного регирования это проверка на профессионализм и оперативность. Рассказывает Азиза Макулбаева. Буквально за три минуты подразделения ДЧС города Астаны прибыли на место пожара. Горел один из подъездов высотного дома повышенной этажности. По ходу действий пожарно-тактические учения стали поводом еще для одной проверки. Но уже кампании застройщика на предмет соблюдения всех правил противопожарной безопасности. Абсолютно новый жилой дом должен на 100% отвечать всем требованиям. Сигнализация в рабочем состоянии. Внутренние пожарные краны также находятся под давлением. Система дымоудаления подпора воздуха сработала. То есть все функции, которые требуются перед инженерным сетями, они были выполнены в полном объеме. К месту пожара помимо спасателей прибыли специалисты Центра медицины катастроф, подразделения скорой помощи и необходимая спецтехника. Пламя подушили за 7 минут. Тут же оказывали психологическую помощь тем, кто в ней нуждался. Все действовали согласно инструкции. Противопожарная служба в данном случае отработала хорошо. И, конечно, есть определенные проблемы в целом по стране, которую мы, как депутаты мажориста парламента, после глубокого изучения этого вопроса, анализа, мы будем рассматривать на правительственном часе. Как утверждают специалисты, в 20% из 100 возгорания происходят именно в зданиях жилых домов. Поэтому они советуют жителям и местным КСК соблюдать все правила противопожарной безопасности и в случае необходимости экстренно сообщать о возгорании на пульт 101. Отмечу, что подобные учения будут проходить на постоянной основе один раз в месяц. Азиза Макулбаева, Омирбек Изимов, Хабар-24 из Истаны. Тем временем Атырау готов к новому отопительному сезону. В этом году тепло придет в 941 многоэтажный дом. Это на 74 дома больше, чем было в прошлом году. Впервые к центральной отопительной системе подключились жители микрорайонов Балыхше и Нурсая. Раньше они отапливались от автономных котельных. Готовы к отопительному сезону и коммунальные объекты, уверяют специалисты. За лето мы заменили 23 километра труб тепловых сетей, плюс больше километра магистрального трубопровода. Если температура воздуха опустится, в социальные объекты, детские садики, школы, больницы тепло готовы начать подавать с 1 октября. И в Павлодаре новых абонентов также подключили к центральной отопительной системе. С начала сезона теплоцентраль будет отапливать еще порядка 66 детских садов, 35 школ, 25 больниц и другие здания. Всего 150 социальных объектов и домов прилегающих сел. На очереди многоэтажные дома. Как ожидается, тепло в жилой массив начнет поступать уже через несколько дней. Кооперативы собственников квартир спешно готовят дома к приему тепла. К примеру, в этом пятиэтажном доме с 40-летней эксплуатацией в этом году проверили капитальный ремонт инженерных коммуникаций и кровли. В проект было вложено 16 миллионов тенге. Это теплообменник нового поколения, автоматика на доме, которая сейчас мы уже на трех домах у нас автоматика. Мы это уже проверили, зимовали, жителям нравится, показывает очень большую экономию. А вот эта многоэтажка оказалась не готовой к приему тепла. Главная причина – задолженность квартира владельцев. Проблема одна, и давно уже об этом было сказано. Не платежи. Не платежи. Вот этот дом, 180 квартир, он должен 680 тысяч. И за что можно работать? Мне сантехникам, бедолагам платить не с чего. А дом подготовить можно и нужно готовить. Сейчас промыли в этом году почти все дома. Вот сейчас домываем дома. Мы успеем домыть. В целом в жилищном фонде Павлодара имеется 1300 многоэтажных домов. 700 из них частично готовы подключиться к центральной системе отопления. Есть, конечно, дома и с коммунальными задолженностями. Они находятся на особом контроле местных властей. Также есть еще 62 дома, которые к приему тепла не готовы совсем. То есть у них нулевая готовность. А здесь основную роль играет, конечно же, КСК, к которым эти дома относятся. На сегодняшний день тепловые сети подключать эти многоэтажки к теплоснабжению не будут. Также после запуска многоэтажного сектора, как и в прошлые годы, сплавики начнут подключение к теплу частных домов. Здесь ситуация с готовностью более сложная. Из 3791 дома акты готовности получили всего лишь 347 хозяев. В пригороде Павлодара 5 средних школ отопливаются автономно. Их годовая потребность в угле составляет 473 тонны. Сейчас на социальные объекты завозят твердое топливо. В целом же на каменном угле в областном центре отопливается еще 2300 частных домов. Герболовишев, Марат Нигликов, Алексей Аминецкий. Из Павлодара, Хабар, 24. На благоустройство Аяговского района Восточно-Казахстанской области в этом году выделено свыше 300 миллионов тенге. Средства были потрачены на ремонт дорог и освещение. Большое внимание уделено и благоустройству придомовых территорий. В жилых дворах появились современные детские площадки. В частности, на возведение тренажеров для стрит-воркаута из бюджета выделено свыше 50 миллионов тенге. Из 11 спортивных площадок 8 были построены в сельских округах. Мы сейчас вместе с городом начали активно благоустраивать еще и сельские округа. В будущем, кроме стрит-воркаунда, в селах мы намерены построить еще и современные детские площадки. В Туркестане внедряют новые цифровые технологии. На улицах планируют установить больше 100 камер видеонаблюдения, умные светофоры и остановки, цифровизировать работу общественного транспорта. Эти меры позволят городу обеспечить безопасность, снизить количество правонарушений и дорожно-транспортных происшествий. Наталья Цой расскажет подробнее об этих новшествах. Количество камер видеонаблюдения напрямую влияет на уровень преступности в городе. Например, в Туркестане в этом году он снизился на 10%. Это несмотря на то, что камер в городе еще не так уж много. По данным полицейской службы, их всего 41. Умная техника позволяет оперативнее выявлять, предотвращать и раскрывать преступления по горячим следам. В прошлом году было 1620, в этом году 1496 преступлений. По итогу 8 месяцев снизить общий количество преступлений на 10%, в том числе по тяжким преступлениям на 20%, а по особо тяжким преступлениям на 41-2%. Поэтому в рамках проекта «Безопасный город» здесь планируют в ближайшие три года установить еще около 100 камер, как стационарных, так и передвижных, а также внедрить систему видеофиксации «Интегра». После опередения статуса и областного центра мы, акиментом города, приобретены два здания под лучшим пунктом полиции, которые будут введены в ближайшие месяцы. Кроме этого, для усиления охраны общественных местах и улицах мы ввели дополнительно один взвод дорожной патрульной полиции, приобретены четыре автоэвакуатора, поставили более 200 дорожных знаков. Так что уже скоро в Туркестане не останется без внимания ни один перекресток, а значит, ни один дорожный лихач и правонарушитель. Не уйдет от ответственности. Кроме того, в микрорайоне Отрар в пилотном режиме реализуют проект «Умный двор». Пока во дворах установили 8 камер наблюдения. Приборы будут фиксировать ситуацию во дворе. Также на городских улицах планируют установить умные светофоры и остановки. Сколько именно, специалисты еще подсчитывают. Подобные меры снизят уровень преступности и сделают жизнь горожан спокойнее, убеждены в Акимате города. Наталья Цойер, Блат Абишев, Туркестан, Хабар-24. В рамках празднования 20-летия столицы в Алматы прошел деловой форум «Межрегиональное сотрудничество Астана-Алматы». В нем приняли участие представители государственных органов, региональных палат предпринимателей, а также около 150 представителей казахстанских и зарубежных бизнес-сообществ. В рамках форума прошли диалоги B2B, на которых участники обменялись опытом по улучшению делового климата, городской среды и поддержке предпринимательства. Результатом продвижения взаимовыгодного сотрудничества стало подписание семи меморандумов между Акиматами, Астаны и Алматы на общую сумму 65 миллионов долларов США. Эти проекты касаются сфер строительства гостиничных комплексов, производства металлопластиковых профилей, развития свободных экономических зон, а также государственно-частного партнерства. Это конкретные проекты, а также уже договоренности о том, как будем взаимодействовать мы с Акиматом Алматы. Множество совместных проектов у нас есть, мы будем обмениваться опытом, нам очень интересно, что делает Алмата по улучшению городской среды. Акимат Алматы интересно, что делается в Астане по цифровизации, по сфере развития. В целом, экономической политики города. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова